Есть грех, а есть его последствия. То, что в нашей стране на сегодняшний день увеличивается количество семей, которые не могут родить, в первую очередь связано с абортами. На протяжении долгих лет наши с вами бабушки, наши мамы с поколения в поколение убивают собственных детей. И страшно становится жутко от того, что это явление массовое. Женщины с одобрением мужчин убивают собственных детей. Из-за чего? Из-за того, что хотят пожить свое удовольствие ради себя, из-за карьеры или из-за того, чтобы твердо стоять на ногах? Что это за бред вообще? Из-за какого-то себялюбия, из-за какого-то комфорта ради мягкого и теплого места на веки веков продать свою душу дьяволу? Кто в наше время твердо стоит на ногах, если миллиардеры в секунду теряют свои миллиарды? Работа сегодня есть, а завтра ее нет, так и здоровье, и родные, и все. Кто твердо стоит на ногах? Только тот, кто свою жизнь старается построить с Богом, только тот и стоит. Это все равно, что дом построить на камне. А убивая собственных детей внутри себя, разве можно быть счастливой? Это же все равно все скажется со временем. Потери чувств, измены, разводы и одиночество. Если не у вас, то у ваших детей или у ваших внуков. А потом, как результат, поломанные судьбы, которые в своих проблемах начинают винить кого угодно. Президента или даже Господа Бога, что он им якобы не помог. Нет, мы в своих проблемах виноваты сами. Что сеем, то и шнем.